вас приветствует канал вячеславич одно дело грибы собрать это конечно хорошо но их же надо еще и перебрать а это уже гораздо хуже вот перебираем как я уже говорил набрали старых но они вот хорошие грибы они снизу белые вот белая прямо они уже переросли конечно если бы мы две недели назад сходили туда же червивых что-то я нарезал уже из моего ведра две недели назад бы сходили было бы хорошие маленькие и там столько пней там 10 видер бы нарезали куда нам столько нам это не надо сейчас переберем промоем отварим потому что время уже 6 часов вечера и так устали три часа ходили отварим и оставим до завтра а завтра уже решим может часть заморозим в зиму а может все посолим но мы хотим посолить соленых сделать опять теперь взвешиваю количество грибов чтобы рассчитать сколько нужно добавить соли как я уже говорил 50 грамм на 1 килограмм вареных грибов получилось 3 килограмма 961 грамм ну грубо считаем что 4 килограмма 4 умножаем на 50 получается 200 грамм соли вот сейчас отмерим 200 грамм соли и будем солить весы включаем ставим 131 сбрасываем тару чтоб не было и взвешиваем 200 грамм соли так как я прикинул 4 килограмма 4 столовые ложки с горкой соли получается 200 грамм и режу чеснок чеснок я режу такими дольками миллиметра по 2 толщиной вот так нарезаю чтобы он был или метра два и именно у дольками потому что если его порезать крупно или мелко потом его не очень приятно есть а вот такими длинненькими долечками тоненькими он хорошо просолится и приятно есть я добавляю в грибы только чеснок так как чеснок он подчеркивает вкус грибов и чувствуется именно когда ешь вкус гриба они какой-то приправы многие добавляют конечно это все на вкус я никого не призываю следовать моим все на вкус но дело в том что если добавить укроп тот же добавляют укроп забьет вкус гриба будет чувство укроп если добавить там лавровый лист вы же не знаете в суп добавляет когда лавровый лист его чувствуется даже в сале там чувствуете или добавить какие-нибудь там вишневые листья смородиновые листья они тоже забивают и чувствуется именно этот вкус а вкус гриба уже такой почти не чувствуется а чеснок он подчеркнет вкус грибов и будет именно вкус вот этого гриба опенка грибы взвешены соль отмерена чеснок порезан теперь делаю как беру в тазик насыпаю немножко грибов добавляю соли добавляю чеснока опять грибов опять соли и опять чеснока и так пока все не использую все засыпал чеснок соль теперь хорошо перемешиваю вот тазик взял я маленький синий у нас тазик большой занят виноград я как собирал в него на канале стоит вае видео виноград я собираю и перемешиваю вот это все хорошо и качественно но она еще соль там разойдется в этом вот и посмотрел соли то я по весу а чеснок чеснока можно добавить вот три головки мы сделали маловасто сейчас еще сделаем одну две головки затем высыплю все в емкость где будет солиться грибы наши ложил я в больший тазик чтобы было удобнее здесь гораздо дорезали еще мы мой ассистент порезала еще чесночка добавили и теперь перекладываю в емкость где буду солить все грибы уложил теперь сверху кладу хлопчатобумажную ткань у нас вот такое полотенце раньше мы использовали старые простыни рвали их и сюда делали сверху 100 кладу загнетку вот чтобы она давила хорошо на грибы и вот эту ткань сюда заправляю сбоку прямо сбоку заправляю чтобы она здесь будет выделяться рассол большое полотенце ну рвать не хочется его она уже загнетку ставлю груз ставлю пятилитровую банку когда начнется усаливание они грибы еще немножко сядут здесь вот здесь появится рассол он выделиться и будет его видно это так называемый горячий способ опять потому что мы их вчера отварили я их откинул на сито лишняя влага сбежала можно даже ну если варить и допустим промыть можно и сразу солить но тогда надо отжать хотя бы немножко опята чтобы они отжались чтобы много влаги не было а так я оставил вчера уже устали оставил на ночь на веранде и сегодня уже они были стекшие через сито мы отсидели они все стекла лишняя влага все что нужно там осталось вот эти опята горячего посола так называемым их можно есть хоть на следующий день это обычные вареные опята солью они вот за день уже просолятся но единственно конечно почему мы не едим сразу оставляю сейчас пусть постоит хотя бы недели две может чуть побольше они хорошо просолятся пропитаются запахом от этого чеснока вкус появится и плюс при таком посоли еще когда они стоят и солятся там все равно они немножко бродят и будет процесс ферментации так называемый проходить вот как у груздей и этот процесс ферментации даст небольшую кислинку такую специфический вкус именно этим грибам и тогда уже они будут вкусные затем когда это все закончится я разложу по баночкам ну когда буду раскладывать покажу там есть определенные нюансы почему я ставлю именно банку вот такую можно поставить ведерко потому что здесь можно регулировать количество воды тем самым можно регулировать вес если сейчас вот пол банки я налил посмотрю выделится сок он здесь появится все будет в соку значит так и оставлю если же будет мало я долью воды если как рекомендуют там многие поставить банку трех литров с помидорами с огурцами еще там камень положить ну там уже невозможно отрегулировать груз и получается или он тяжелый давит там спрессовывает их или он легкий он их не может и опять а осадить туда чтобы они осели уплотнились и выделился рассол поэтому я делаю вот так как то вот так калининградской области мы солим опята хоть и мало но уже солим